Приветища, это Хогвардс Наследие, и мы продолжаем творить здесь магические наши штучки! Первым делом... Ой-ой-ой, случайно получилось, извините, чуть кого-то не прибил своей волшебной палкой. Короче, нас привели в деревушку Хогсмит, и здесь мы будем покупать всякие разные штучки. В первую очередь я хочу сходить к лавке Оливандера и купить у него волшебную палочку. Значит, нам вот сюда... А, так тут прямо и написано вот так вот. Заходим. Потому что своей палки у меня нету. Есть кто дома? Чуть никого нету. Слушай, ну, тут почти так же, как в косом переулке. Ох ты, ё-моё. Сейчас подойду. А, это вы? Минутку, я сейчас. У меня теперь по-русски написано Антонио Огненный. Здравствуйте. Новая палочка нужна, да? Да-да-да-да-да. Вы ведь тот самый новый пятикурсник. Ох, да. Что я спрашиваю? Моё имя Оливандер. Ну уж, про Оливандера ты наверняка слыхал. Наши волшебные палочки лучшие в мире. Очень-очень рад, наконец-то, познакомиться с тобой. А теперь идём. Найдём для тебя подходящую палочку. А, да-да-да-да. Сильная сердцевина. Десять с половиной дюймов. Ты можешь подойти? Вот, держи. Попробуй эту. Ну же, взмахните. Ээээ... Странно. Ну-ка, ещё разок. Замахните-ка её как следует. Хо-хо-хо-хо. Ох ты. А как же то, что палочка должна выбирать волшебника? Похоже, это не лучший выбор. Не волнуйтесь, мы что-нибудь вам подберём. Не-не-не, не Тони. Это... Так может быть... Да. Редкая древесина. Тринадцати три четверти дюйма. Сердечное жило дракона. Попробуйте вот эту. У тебя одна палка хлещет другой. Какие-то загогулины стрёмные. А-а-а-а-а, батюшки. Вот это дело. Что ж, ты возвращаешься на полочку. Это сложнее, чем я предполагал. Надо же. Где же ты? Может ты? Или ты? А-а-а, вот ты где. Да-а-а-а, пожалуй, ты подойдёшь. Вот. Возьми вот эту. Я уже, если честно, очень сомневаюсь, подойдёт мне эта палка или нет. Она похожа, как будто её только что с дерева откуда-то сорвали. На ветку обычную. Это окончательная доработка палочки. Я сейчас сам себе выстрогаю, ё-моё. Главное, чтобы у меня пинокки тут не получился. Тип древесины этой палки. Вишня. Сердечная жила дракона. Упругая. 12,75 дюйма. Ясно. Давай посмотрим, что мы тут можем сделать. Значит, выбрать тип. То есть, вот смотри. Вот мы их. О, вот это мне что-то нравится. Тут бузиная, что ли, есть? Похоже на бузиную, да? Но нет, это не бузинная. Что ещё у нас? Ой, стрём какой. Какой? Ух ты, вот это интересно смотрится. Блин, что бы мне больше подошло? В общем, наверное, остановлюсь вот на это. Необработанная сера. Очень красиво выглядит. Ещё, конечно же, мне вот первоначально то, что он достал из футляра, понравилось. Но в чёрном виде вот такая вот. Либо её взять. Ммм, загадка. Ладно, вот эту, короче, беру. Давай дальше, что у нас там? Тип древесины. Вяз. Мне это категорически не устраивает меня. Чёрное дерево. Кизил. Кипарис. Каштан. Вишня. Кедр. Чёрный орешник. Во, давай чёрный орешник будет. Вообще круто. У него запах такой классный. Чёрный. Кедр. О, кедр, в принципе, тоже можно, да? Но чёрный орешник круче. Длина палочки. 12,75 дюйма. Меня устраивает. Теперь мне нужно выбрать гибкость этой палочки. Давай посмотрим. Довольно гнущийся. И какие варианты ещё есть у меня? Сносно гнущийся. Не-не-не. Давай мы, знаешь, такую упругу выберем. Пластичная. Вот, пластичная мне пойдёт. Всё. А, стой. Там ещё есть что-то у нас. Что я тут должен выбрать? Сердечная жила дракона. Волос единорога. Перо феникса. Я думаю, что перо феникса. Хочу перо феникса. Давай вот это вот возьмём. А, перо феникса. Большая редкость. Такая сердцевина подходит людям с активной жизненной позицией. А, можно ещё послушать, что он прокомментирует. А тут... Волос единорога умолчит. Волшебная палочка с сердцевиной из сухожилия дракона. Самая сильная и быстро обучаемая. Вот так-то. Про единорог он вообще ничего не говорит. Хм. Волшебная палочка с волосом единорога самая надёжная и преданно служит своему владельцу. Короче, всё. Феникс. Купить. Что скажете? Поразительно. Ещё одна палочка обеспечит ещё одно блестящее волшебное будущее. Ну что, как вам товар? Хорошо. И как-то иначе, как будто какой-то всплеск энергии. Это полное соответствие. Похоже, у вас образовалась особенная мощная связь. Правильная палочка будет учиться у вас, а вы у неё. Мне не терпится опробовать её. Ну ещё бы. Палочки с пером Феникса чрезвычайно разборчивы. Это отлично вам подойдёт. Связь между вами и вашей палочкой будет только укрепляться. Так что не удивляйтесь способностей своей палочки угадывать ваше намерение. Особенно в трудную минуту. Звучит замечательно, мистер Оливандер. Вы понемногу привыкнете. Но обязательно заходите, если вам понадобится любая помощь. Спасибо вам, месье. Я... О, коробочка. Надо вскрыть. Это сундук. И в нём я нашёл рябиновый отвар. Отличное зелье. Давай-ка мы тут посмотрим. Есть что-нибудь интересное? Пожрать, например. Я же люблю пожрать вообще. Я проголодался уже. Тут что-то пиликает? Ну, не могу понять. Глобус. Кручи-верчи. Ладно, всё, пошли отсюда. А, вот, вот что пиликает-то. Страница руководства. Давай соберём. Лавка Оливандера. Да, это мы уже узнали. Блин, вот палочку всё-таки надо было чёрную делать. Ну, ладно. Светлая палочка – это мои светлые намерения. То есть я хороший волшебник. Вот, например, возьму сейчас и заколдую. Стой. Стой, 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 стой. Ой, промахнулся. Что-то как-то не угадывает намерение. Моя палочка. А акцию работает, нет? Я хочу взять... Не, не работает. Ладно, всё, проехали. Дальше. О, сова. Хочешь полетать? На неё не работает. Акция на неё тоже не работает. Понятно. Давай посмотрим, что здесь скрыто у нас. Что-то замки какие-то есть поблизости. Вон там мешки. Всё понятно. Идём в следующие цели. Мне нужны всякие товары и прочее, прочее, прочее. А ещё здесь есть вот такие вот интересные занятия в виде звёздочек. Магазин приколов Зонка. О, пойдём туда. Магазин приколов. Это же по-любому здорово будет вообще. Прям очуметь как. Книжка что ли пролетела или мне показалось? Да, вон-то... А, нет, это книжка. Пойду ловить. Это даже страница. Страницу собрали, отлично. Ух ты. Зонкос. Магазин приколов. А не рыжие ли братья-близнецы раньше держали лапку приколов в Гарри Поттере? Ух ты, прикольно. Сейчас новая соберётся. Ха, здорово как. Так, так, так. Что мы здесь можем найти? Пузырящий летающий соул? Есть что-нибудь интересное? О, вот это я заберу. Страничку. Что у нас здесь? Ха, 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 ха. Что это за Джокер, который меня хочет напугать? О, тут всё можно потрогать, потыкать. Ух ты. Классно. Вау. А я поднимаюсь на второй этаж. Уверен, что-нибудь здесь найду чудное. Это кто тут летает? А, он не летает, он ездит на колесе. У него монетки там. Смотри на эту девчонку. Нормально ей досталось. Положи на место. Положи. Вот так вот. Вот, вот, вот. Пинг-понг надавал ей по рожу. О, и всё исчезло. Подожди, как такое что-то? Ясно. Пойду. Тут слишком много магии. Непонятной для меня. О, ещё нашёл. Ещё нашёл, что изучить. Давай нажмём кнопку. Ууу, я выстрелил, кажется, газовым облаком. Там внизу теперь воняет. Don't push было написано, типа не нажимай. А я взял и нажал. Кексики, смотри, тут кексики. Страница руководства. Навозная бомба. Навозная бомба – излюбленное изобретение всех шутников, которые издают неприятный запах. Заставляя всех, кто находится поблизости, спешно эвакуироваться. Ну, то есть, пердёж. Вот они, эти бомбы. В виде кексиков. А я чуть не сожрал, слушай. Хотел, хотел, хотел. А тут у нас что? Взял банку и чё? Чё-то я не понял. Оттуда чё-то кто-то вылетел, но я не увидел. Давай ещё раз одну баночку возьму. О, каждый раз в этой банке что-то новое. Всё понятно. Но я улыбаюсь. Ну, спасибо тебе, магазинчик. А следующая наша цель – это мне купить свитки. Где мы свитки? Можем приобрести вот здесь. Фолианты и свитки. Именно туда мы сейчас и направляемся. Восполнен потерян… Блин. Восполнен потерянный запас магических знаний, как говорится. На нас же дракон напал, а там у меня все вещи были. И теперь они утрачены. Чё, нам сюда? Нет, это не факт, что сюда. Ну, давай попробуем зайти. Кажется, сюда, слушай. Я тут что-то вижу. Взаимодействовать. Ого! Классно. Просто книжку потрогал, и она такая… Хопа! Лестницу на второй этаж мне сделала. Там бумага, вон, я вижу. Которую нужно раскрыть. Что тут у нас? Зачарованная лестница. Зачарованная лестница в фолиантах и свитках, которая раскладывается, если нужен доступ к определенной книге. Но мне как бы не нужен был доступ. Я чисто случайно книжку одну потрогал. Ого, да тут как бы второй этаж такой большущий. О, что это такое лежит? Сундучок какой-то. 65 монет достал. А еще я слышу тут какой-то звук странный. Как будто шепчат змеи. О, книга исчезла. Или что-то там другое. О, смотри. Появилось. Забавно. Очень все забавно. Капец. Подожди, а здесь вот еще одна дверь? Только с колокольчиком. Ну, колокольчик что-то не работает. Месье, колокольчик у вас как бы… Все. Лесенка уехала. Томас Браун. Здравствуйте. Простите, сэр. Профессор Уизли сказала, что тут можно найти магические рецепты. А, вы учитесь у Матильды. Так и знал, что скоро вы ко мне придете. Я владелец этой лавки. Томас Браун. Я так понимаю, у вас был урок колдовства. Еще нет, сэр. Ну, значит, скоро будет. Создание предметов из ничего. Это магия в чистейшем виде. Конечно, в нем есть свои сложности. Но на то вам и нужны будут мои магические рецепты. Прилежно занимайтесь, и вскоре сможете произвести впечатление даже на профессора Уизли. Да, мистер Браун. Очень надеюсь, что так все и будет. А я непременно хочу увидеть ваши успехи. С помощью магических рецептов можно создавать уникальные вещи, например, нестандартные предметы мебели или декора. Но пусть преподаванием занимается профессор Уизли, а я принесу магические рецепты, которые вам нужны. Стол для горшков и стенд для зелеварения, верно? Думаю, да, сэр. Отлично. Нет ничего лучше, чем уметь выращивать собственные ингредиенты и варить какие угодно сели, когда он заблагорассудится. Давайте посмотрим. У меня есть 384 манеты. Шикарно. И мне нужно купить, значит, стол для горшков с маленьким горшком. Это как понять? Стол для горшков с маленьким горшком. Ладно, окей. Он стоит 0 золотых. Это мне на руку. Покупаем. И рецепт, маленький стенд для зелеварения. Тоже его покупаем. Если вам интересно, взгляните на остальные мои товары. Ну, у меня денег таких нету, чтобы это все купить. Я ж пока нищеброд. Я все потерял. Продать предметы. Я могу продать, значит, темную кепку, очки, которые в Хогварте нашел. Ух ты, они даже защиту дают. Мне переодеться нужно, короче. Вот что я думаю. На этом все, месье. Благодарю вас за все. Я пошел. Но сперва я хочу зайти вот сюда и посмотреть, где у меня коллекция. Коллекция. Это вещи же? Нет, это не то. Инвентарь. Вот что мне нужно. Инвентарь. Давай вниз. Сюда. Это все, что я пособирал, пока я сюда шел. Хоксмит. А где же... А, вот, снаряжение же написано. Что это? Туплю. Плащи и мантии. Есть у меня что-нибудь или нет? Вот здесь наряд, смотри. В нарядах есть. Я нашел вот этот наряд в Хогварте. В тайнике. Это было, к сожалению, не под запись сделано. Но поверь мне. Мы таких тайников еще кучу найдем с тобой. Значит, аксессуары на шее. Есть у меня возможность шарф натянуть. Но зачем там так тепло? Поэтому я его сниму. К тому же шарф ничего не дает. И очки. Очки, как у истинного Гарри Поттера. Вот такие вот четыре защиты дают. И вот такие вот шесть защиты дают. Ух ты, нифига себе. Фу, какие они стрёмные. Но защита. Что поделать. Есть еще у меня головной убор. Вот такой вот кипарек. Он тоже ничего не дает? Блин. Нет, я в нем стрёмно смотрюсь. Думал прикрыть свою лысину. Но, увы, и ах. Но зато могу натянуть черные перчатки. Смотри. Кожаные черные перчатки. Классно смотрится. Для палочки у меня рукояток нету, к сожалению, пока что. Но ничего страшного. Все, здесь я со всем разобрался. Идем дальше. Что нам нужно еще по заданиям? Ну, зелья Джей Пеппина. Нам нужно магазинчик посетить. Хорошо. Где этот у нас Джей Пеппа? Сейчас посмотрим. И где я вообще нахожусь? Значит, я здесь. Вот, смотри, магазинчик с квиддичем. Магазин спортивных товаров. Круголедка. Ну и название. Идем туда. Заглянем везде, где только можно. Ну и по пути будем искать. О, смотри. Вот эту вот штучку. Давай распознаем. Забираем. Страничка руководства неустойчивые котлы. Кередвин. Окей. Какой там сундук? Блин, он внутри? Или как? Зайти сюда можно? Ух ты. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Здравствуйте. Можно я сундук обыщу? Керамическая маска. Погодите-ка. Давай-ка снова в инвентарь. В инвентарь. На лицо хочу одеть керамическую маску. Сколько надо? Девять. Защиты девять. Это керамическая маска намного лучше, чем вот эти стремные очки. Меня теперь вообще никто не узнает в округе. Все, ладно. Выходим. Я сейчас еще за дом хочу сходить. Там куча тоже всякого интересного. Что-то подсвечивалось. О, страница, например. Вот смотри. Акция. Попалась. Можно наточить себе тут топор. Вместо палочки взять топор. О, смотри. Ха-ха. Реально топор точится. Прикольно. А вот мешочек с чем-то. Два золотых. Не густо. Можно в колодец спрыгнуть? Уверен, там что-нибудь сяное могло бы быть. Замки, 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 замки. Здесь можно пройти? Ага. На заднем дворе я ничего не вижу. Хотя, возможно, что я слепой. Может, там по сути-то и было что-то спрятано. Все, хорошо. Идем, значит, в магазинчик. О, южный хоксмит открылся мне. Теперь я могу сюда телепортироваться при помощи летучего огня. А здесь закрыто, прикинь. То есть, вот этот магазинчик, в который я хотел зайти. Спортивный. Он закрыт. И других уходов здесь нет. О, там чувак с метлой тренируется. Смотри. Ага, метла его нагнула. Не смог он оседлать ее. Так, сундук еще показывается. Слушай, вот здесь вот. Вот здесь вот есть сундук. Вот-вот где-то он там вот. Пойдем посмотрим. А, но это мне в любом случае внутрь надо попасть. То есть, здесь замок. Черт, когда я уже смогу замки открывать? Сюда. Понятно. Ну-ка. Нет, а если так? А если... Преперо тоже не помогает нам, да? Левиосу тоже не поможет. Ясно. Я все испробовал. Так, ладно. Со спортивными товарами, значит, мы чуть позже разберемся. Мне нужно... Вот сюда что это такое? Кабанья голова. О, пойдем сходим. Интересно звучит. Кабанья голова. Опа. Блин, не допрыгнуть туда. Может, по пути что-нибудь... А что, туман какой-то? Кто-то что-то поджег? Стой. Тут, кажется, можно... Нет, двери закрыты везде. Тут протестанты какие-то. Что протестуем? Не ясно. И никто мне ничего не скажет. Привет, котейка. Здесь у нас что-то... Жгут готовит. Вот, топор. Ага. Дрова нарубить. Ну нет, извольте. Это удел... Как их там? Обычных людей. А вот и кабанья голова. Выпьем. Спасибо. Давно искал, что выпить, что пожать. О. В унитаз шлепнем. Ничего себе у вас там обед. Я тоже такой... Сосиски. Ммм. Обалденно. Так, а что у вас здесь можно найти? Если можно найти. Можно. Смотри-ка. Есть. О. Конфетки. Давай хотя бы конфетки пожрем. О. Вкидывайся, вкидывайся. Что мы тут нашли? Подвешенная кабанья голова. А где она, кстати, висит? А, вот она. Она еще и... О. Она еще и шевелится. Прикол. Прикольно. Можно с ней фоткаться? Короче, тут еще есть что-то. Сейчас конфетку. Конфетку. Я не понимаю, как я конфетки, конечно, сквозь маски закидываю. Но, возможно, эта маска волшебная. Я тут увидел вот что еще. О. И обезьяна держит... 43 монеты нашел в этом сундуке. Обезьяна держит камень. Может, я... Дашь мне ее? Не, она не хочет отпускать. Блин. Он так блестит. Прям вот манит меня. Ну, ладно. Здесь я все посмотрел. Есть еще ящик на улице. Спасибо вам всем. Было очень интересно поглядеть, что у вас тут имеется. Я вошел дальше. Опа. Ящик вот здесь. Где-то, где-то здесь. Вот он. Ага, нашел. Ух ты. Малиновые перчатки для квиддича. И они причем с какой-то штукой классной. Так, давай посмотрим, что там у нас. Что за перчаточки? Они дают плюс 9 на нападение. Конечно же, оденем их тогда. Они красноватые, не очень подходят. Ну, ладно. Буду, знаешь, такой, как клоун одет. Ё-моё. Какой же страх. В настройках по-любому все это можно спрятать. Просто как бы, ну, очень некрасиво смотрится все это дело. Страничка ты где? Я тебя видел. Вылетай, давай. Вон она. Угу. Так, дальше. Где мы еще не были с тобой? Давай посмотрим. Вот сюда можно сходить. Нам как раз сюда-то нужно. Джей Пеппина. Именно сюда. Я тут рядышком стою. Пойдем. Ревелия. О. А, показалось. Там внизу что? Там внизу сундук. Сундук. Ёшки-матрёшки. А как тебя открыть? Нет, надо с другой стороны подойти. Во-первых. Во-первых, во-первых, во-первых. Сейчас, минуточку. Вот. А, он с глазом, смотри. Он открывается только хозяину, возможно? Или в глаз можно стрелять? Нет. Слушай, может какое-то движение сделать, чтобы он так на меня усердно смотрит? Пока непонятно, как его открывать. А вот он и магазинчик. Именно сюда-то мне и надо. Пойдем. Здравствуйте. Добро пожаловать в лавку зелий. У вас тут есть еще инженеры? Ух ты. Как тут у вас красиво. Милота, однако. Сундучок. В котором я нашел друидская накидка из волокна. Погоди-ка, это на спину что ли? Ну-ка. Сейчас я тут приоденусь так знатно. Накидочка. Ох ты. Ох ты. И она дает прилично так... К нападению. Вау. Ладно. Пусть будет. Я вообще теперь непонятно на кого похож. Точно не учених выгорца. Что мы тут еще имеем? Что можно найти у вас? Вон, вижу страничку. Давай ее раскроем. Зелья Джей Пеппина. Магазин зелий. Ну, здравствуй. Пеппин. Прошу прощения, сэр. О, хвала небеса. Когда я слышу звонок, подумал, что это мисс Лаванг. Кажется, я вас раньше здесь не видел. Честно говоря, я в Фоксминте впервые. В самом деле? Что ж, Ферри Пеппин к вашим услугам. А мой магазин называется Зелья Джея Пеппина. От всех недугов. Безусловно, название указано на вывеске. Но дедушка всегда говорил... Не важно, что там дедушка говорил. Продай мне рецепты, пожалуйста. О, зелья. Рецепты я уже купил. Спасибо, спасибо, что вы откликнулись на мою просьбу. Значит, вот. Зелья Эдрус. Это мы покупаем. За бесплатно. И рябиновый отвар. Покупаем. Также есть еще у него другие вещи. Например, смотри. Яйца Пепеламбы. Это все тоже для зелья варенья пригодится. Черепа какие-то. Зловония Мертвецов. Клык Паука. Боже мой. Ну и сами зелья, собственно, он продает. Рецепты я покупать не буду, потому что денег у меня у них, собственно, тоже нет. Поэтому, благодарю, я пошел дальше. А, подожди. Извините, я еще тут все обыщу. Вы же не против, да? Вроде бы тут все. Тогда выходим. Дальше нам нужно зайти с тобой в волшебную лавку. Но прежде чем мы туда зайдем... Вот это хочу посмотреть. Что это такое? Волшебная брюква. Главный поставщик свежих продуктов, семян и удобрений в Хоксмиде. Надо бы туда заглянуть. А вот это что такое? Так далеко. Старый глупец. Старое заброшенное здание в Хоксмиде. И там что-то интересное. Надо туда заглянуть. Так, а что нам еще? Можно в парикмахерский салон Мадам Сэндлинг зайти. Шапка-невидимка магазин называется. Прикольно. Клюв и Хохолок. Интересно тоже посмотреть, что там. Идем сюда, короче, сперва. Идем туда. Как мне? Лучше вот так вот, наверное, пройти. Те-те-те-те-те-те-те. Курица, привет. Стойте, подождите, подождите, подождите. Курица, которая научилась летать. А еще можно, знаешь, это прям, прям конкретно ее научить летать. Сейчас, минуточку. Все курицы разбежались. Ну вот. Ну вот. Привет. Тимати Чайло. Это Тимати. Ёкарный. Тимати нашел. Хе-хе-хе. Давай поболтаем. Простите, сэр. Профессор Уизли сказал, что мне нужно обратиться к вам за семенами. А, да-да-да. Бадьян для нового пятикурсника. Значит, это АВ. Мерлин, Борода. Поступить к оверсу на пятом курсе? Да у вас должно быть голова идет кругом от всего этого. Отнюдь. Я воспринимаю все это как увлекательное приключение. Что ж, поздравляю. Не всем хватает смелости прямо смотреть на вещи. Кстати, меня зовут Тимати Чайлок. И это мой магазин волшебная. Брюква. Я всегда ставлю тележку снаружи. Люблю поболтать с прохожими. Но я не люблю. Давай сразу к делу. Устал уже читать вашу болтовню. Итак, значит. Семена бадьяна. Все, что я могу у тебя купить, да? Семена водорослей. Кстати, хватает денег на них. Но тратить я их хочу на что-нибудь другое. Удобрения. И, собственно, сами листья бадьян. Ну, короче, цветы. Понятно. Благодарю. Но я пойду, извольте. Время не ждет. Нашли листочек. Нашли шесть монеток. Что-то еще здесь есть? В дом можно к тебе зайти? А, у него дом запечатан. Какой серьезный мужик. Запечатал свой дом. Клубника. Клубничечка. Какая тыковка. Хэллоуин, наверное. Идут все к нему за тыквами. О, тут у него грибы растут. Тут у него все-все-все есть. Прикольно. Дальше. Значит, мы все, в принципе, по заданиям здесь выполнили. И нужно теперь встретиться на площади с моим друганом. Но я хочу сбегать вот сюда. Не будем торопить события. Нужно все осмотреть. Все проверить. Let's go. Бежим, бежим, бежим. Ой, это кладбище, что ли? Так, минуточку. И тут сундук есть. Сзади, кажется. Привет. Подпрыгнул такой, офигел. Но открыть я его не могу. Эх. Жалько. Что не получится тебя открыть. Здесь вот тоже что-то лежит. 57 монет нашел. Деньги так и летят ко мне в карман. Скоро я себе куплю метло-мелния. Метла-молния это самая быстрая метла на свете в игру для квиддич. О, кстати, подожди. А, ну это в склепе там. Баночка в склепе, кажись, да? А, нет, не в склепе. Где-то здесь вот она была. Покажись. Баночка, я видел тебя. Вот она. Я бы здесь не брал ничего, на самом-то деле. 13 монет получил. Шикарно. Все, тогда бежим дальше. От меня ничто не скроется. Никакая монетка. У меня теперь наверх. Вот сюда. Тут трав никаких случайно нет. Я по дороге в Хоксмит собрал огромное количество, даже сказал, охапку травы. Всякое разное непонятно. О, овечки. Приветики. Приветики. Левиоса. Бомба-бомба-бомба-бомба. Но она живая, ей ничего не стало. Вон побежала. Побежала. А мне в другую сторону нужно, на самом-то деле. Тут дом разваленный какой-то. В нем что-то есть интересное. Зайти можно, поглядякать. Давай зайдем. Сундук внизу. А, нет, вот он. Ммм, шарф с изумрудными цветениями. Цветением, да. Показал, что цветами. Сейчас закутаюсь, как на зимовку. О, он, кстати, фиолетовый, смотри. Нифига себе, сколько он всего дает. Обалдеть. Я теперь точно на кого он похож. В разноцветной одежке, капец. Сумка. Но это не похоже на сумку. Плащ для амбициозных. Зря я, походу, закрыл вкладку снаряжения. Плащ для амбициозных. Сколько? Тринадцать. Блин, он еще круче, чем у меня. Я все лучше и лучше одеваюсь. Да, он тринадцать. И теперь я похож, я не знаю, на побранца какого-то. Который подать на милостильный. У входа в деревню будет сидеть. Ну что ж. Куда? Опа. Тебя ловим. Здесь я все осмотрел, да? Да, здесь я смотрел. Но надо, надо крикнуть. Ревелия. Вот. Вот теперь точно все. Наверное. Можно отсюда чесать. Ух. Дом, похожий на огромную клетку для... Это, кстати, реально клетка. Для огромного попугая. Стой. Мне надо вон там вот, наверное, пройти. И вон еще книжка летит. Ну или страница. Стой, стой, стой. Иди ко мне. 80 хиппи. Я получил. Хиппи. Икспи. И снова, да сколько ж можно-то этих сундуков тут встречать? Это такой соблазн. Открыть-то не могу. Что, 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 что? Он рыбу поймал. Красавчик. А можно тоже поучиться у тебя вот рыболовством вот это вот всему? Акцио просто. Сейчас я рыбку какую-нибудь может поймаю. Акцио. Нет, так не... Не это. Оливиоса. И вся рыба должна взлететь. Так не проканает. Я понял. Я не рыбак. Тогда пойдем вот сюда. Сюда я, собственно, заперто. Но как так-то? Уже вечер, видимо, все уходили. Значит, можно зайти вот сюда. Сладкая кор... О, сладко-королевство. Конечно же, я хочу туда зайти. Там он все скачет, прыгает. Именно сюда-то я и бегу. Сейчас, подожди. А тут еще... Что, камешки я могу? О, блинчики. Прикольно. Попускали и хватит. Заперто, заперто. Блин, а здесь открыто. Здесь открыто. Эээ, сладости все пожрать. Пожрать конфетный. Ё-моё. Можно что-нибудь попробовать-то? Конфет столько попробовать, ничего нельзя. Вата летает. Обалдеть. Что там было? Что это? Где это? А, вот, смотри. Тут что-то можно взять. Монеточки. ППС опять проседает. Ух ты. Дай пожрать. А мне что-нибудь выдашь? Да. Такой из тебя волшебник. Подожди, он что-то выдал мне все-таки? Нет, ничего не выдал. Я-то думал, он меня покормит. На халяву. А вот, можно, смотри. Какие-то жуки. Что-нибудь со мной случится? О, я вырос. А, нет, я левитирую. Меня подняли в воздух. Прикольно. Забавно. Конфетки для левитации. Давай еще одну сидим. Ну да. Как будто кто-то... О, что это было там сзади меня? Ох ты, вот что летает. Это заберу. Так. Там замок висит. Тут у нас чего? Вам, девушка, про... Кекс. Я могу сажать кекс? Я думал, я за кассу сейчас встану. И вот это тоже можно есть. Ё-моё. Все, обжираловка. Это капец. Набью пузо до отвяза. Ладно. Нужно подняться сюда. Тут у нас... Вон сколько всего. Все сожрать. Ничего не пропустить вообще. Вот просто хомячим как не в себя. Чтоб прыщи потом повылазили. Да. Да-то тоже сыро. М-м-м. Все так вкусно. Все так прямо манит. Тут я все перепробовал, распробовал. Пацан, это не вкусный конфет. Отойди, дай я попробую. Черт. Во. Это вату сейчас будут делать? Вау. Ватный дракон. Ну, ничего себе. Что только они придумают. У меня такого в детстве не было. А-ня-ня-ня-ня. А что в честь Хэллоуина? Почему-то везде тыквы стоят. Хэллоуина-то вроде еще нету. Здесь у нас что? Какие-то окурки. А-а-а. Это печенье обезьянки. Ого. Все, я полетел походу. Почирикал и полетел. Вот это, конечно, тоже съедим, попробуем. Я столько всего намешал. Главное потом не превратиться в какого-нибудь недочерепаху, обезьяну. И что еще там может быть? 16 монеток взял. Отлично. Вот. Вот это тоже давай попробуем. Что это такое? О, огнедышащий я. Прикольно. Изрыгнул, так изрыгнул. Ну что, вот осталось еще вот сюда забежать. Вот тут уж что-то. Ах, закрыто. Черт, подтери. Ну все, я тут посмотрел. Мне понравилось, дико. Я еще зайду. И все на халяву. Слушай, попробовать можно. Покупать не нужно ничего. Не обязаловка. Эй, дружище. Я все тут обшарил. Только подожди. Подожди минуточку. Мне нужно посмотреть все вещи, которые я здесь нашел. Одеться и обалдеть от всего этого. Тут у меня ничего нету. Вот здесь вот у нас есть какие-то новые крутые очки. Ух ты. Фиолетовые. Значит, плюс 16. Вот такие вот очки. Кстати, ничего смотрится. А, блин. Фиолетовые очки, они необычные, но они меньше защиты дают. Это не круто. Не круто. И выглядят они вот так вот. Ладно. Буду ходить в этих очках. Дальше. У меня есть какая-то шляпа. Вот такая вот. Плюс 11 дает. Закрою свою лысину. Многим она не нравилась. Говорили, а что лысый, пацан? Ну, что лысый-то? Вот так вот. Значит, есть мантия звездочета. Ух ты. Прикольно. И вот еще есть какая-то мантия, но она почему-то закрыта. А, потому что девятый уровень нужен. Но в любом случае у него нападение снижено. Так что мне это не подходит. В принципе, все. Здесь все. Можно говорить с моим друганом Себастьяным. Да, все, что нужно, у меня есть. Отлично. А ты нашел то, что хотел для сестры? Да. Ну, значит, с делом покончено. Посмотрим, что интересного тут можно найти. Ох, елки-палки. Кажется, гоблины растишки выпили. Я сам себя теперь не узнаю. Бомбарда кто-то кричит. Выманите его подальше от домов. Ух ты. Уклоняемся. Пошла жирная битва, да? Давай посмотрим, на что ты способен. Бах, бах, бах. Протета. А, протета тут, походу, не работает. Слушай. Хорошо, что я приоделся. А Левиоса на него задействует? Не, Левиоса бесполезняк. Ух ты. Э, Себастьяна там откинула знатно. Ух ты. Слушай, а тут коробки всякие летают? Может быть, я запустить бросок древней магии? Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас кину. Давай. О, прикольно. Предметы кидать можно. Себастьян в восторге. Так, я пойду вон там вот еще что-нибудь возьму. Протета надо было заюзать. Ну ладно. Красавчик я. Чтобы призвать древнюю магию, нужно заюзать вот такую штучку. А звезда чё-то не промах. Да? Атака троллей. Достижение получено. Цветы и небеса. Второй тролль. Вы двое справились со взрослым троллем? Сами? Вроде того. Если честно, всё как в тумане. Мерлин, вы борода. Вы в порядке вообще? Да, и мы были рады помочь. Помочь? По-моему, это слабо сказано. Такая смелость говорит о задатках мракоборца. Если вы двое невредимы, может, согласитесь помочь мне немного прибраться здесь? Конечно, Констэмбль. Сингер. Констэмбль Сингер. Еще раз спасибо вам. Констэмбль Сингер, это ее зовут. А куда ты трансгрессировала-то? Как насчет помочь нам тоже прибраться? Ай. Вот так всегда. Вот так всегда все приходится делать самому. Отлично. Я же хотел тут повосстанавливать что-нибудь, да? Вот, теперь повосстанавливай полгорода. Что, вот тут вот еще, смотри, пол дома развалили. А Себастьян там тоже что-то восстанавливает? Да, я слышу краем уха. Себастьян, ты там где? А, я тут, походу, вообще один. Себастьян скрылся. Так. Ой, 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 а что произошло? Мне показалось, что я заклинание до конца не прочел, и все сейчас развалится нафиг. Вся эта статуя. Готово. Все, как новенькое. А вот страничку я заберу. Себастьян. Ты куда, в дом, что ли, убежал? Да, походу, сюда. Мистер Хилл? А что, мне надо с ним поговорить? Походу, да. Здравствуйте, сэр. Кажется, мы не знакомы. Позвольте представиться, Аугуст Хилл, выдающийся партной. Также позвольте поблагодарить вас за невероятную храбрость, проявленную в борьбе с этими троллями, и, безусловно, за помощь в восстановлении порядка. Хорошо, что удалось вам помочь. Честно говоря, вы достойны ордена Мерлина, но я могу предложить вам нечто куда более практичное. В моем магазине одежды для волшебников шапка-невидимка есть поистине уникальные вещи, обеспечивающие, скажем так, защиту, и однажды это может спасти вам жизнь. Боюсь, это будет отнюдь не последняя опасная встреча в вашей жизни, поэтому я хотел бы подарить вам этот комплект мантии в качестве благодарности. О, спасибо. Нет, это слишком щедрый подарок. Да ты что, спасибо, берем. Благодарю вас, месье. Это самое меньшее, что я могу сделать для вас. Давайте подберем для вас подходящий размер. Так, 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 значит, традиционная школьная мантия, которая отстойна, но здесь есть легендарные перчатки, которые временно недоступны. Я здесь ничего купить-то больше не могу. Ладно, возьмем мантию. Вы получили новый предмет, снаряжение, правила использовать. Слушайте, я уже понаодевался, переодевался, что задолбался. Выберите ячейку для плащей и мантии. Ну вот. И вот она, эта мантия. Вот она отстойно выглядит. Зачем я ее только одел? Можно все попродавать лишнее, но пока что я не бедствую, поэтому займусь этим позже. По-моему, мы заслужили бокал другого сливочного пива. Может, это поможет мне забыть о том, как тролль напал? Полностью поддерживаю. Прекрасно. Идем в три метлы. Ну, Себастин опять разболтался. Читать диалоги я их не хочу. Вот, там фейерверки есть, кстати. Можно по пути. Ух ты, иди сюда. Че, 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 че произошло? Мы пришли куда-то? Как быстро? Там чувак в цилиндре куда-то скрылся. Там еще страница. Ты говорил, что займешься ребенком, когда они будут в Хоксмиде. Что тебе нужно что-то, что всех отличет? Я тебе это устроил. С тем, что ты устроил, справился ученик. Что это за ребенок? Что ты от меня скрываешь? Учти, что если ты не можешь справиться с ребенком, то ты мне не нужен. Надо валить. Они нас заметили? Кажется, нет. Что за дела могут быть у Гоблина с Виктором? Ран-Рок заодно с Руквудом? Тот-то он показался мне знаком. Про него ведь писали в Ежедневном Пророке. Идем скорее. Зайдем в Тремитлы. Рада была тебе повидать лодок. Непременно сообщу тебе, если что-то узнаю. Спасибо, Сирона. Береги себя. Че так смотришь-то? Ну, одет я не по фэншую. Так, что вам? О, надо же, новое лицо. Я тут впервые. Добро пожаловать. Сливочное пиво за счет заведения. Я слыхал о нападении. Надо будет узнать, как там остальные торговцы и жители. Рада, что вы двое не пострадали. Это ж надо было в одиночку одолеть тролля. Правда? Впечатляет. Спасибо за пиво. Всегда пожалуйста. Да уж, тролли, хоксмиди. Такого еще не бывало. Что-то дурное здесь творится. Обычно, если нам приходится иметь дело с кем-то опасным, так это... Фу, стоило помянуть. Неужели отсюда только что вышел ладок? Ну и посетители у тебя теперь Сирона? Не волнуйся, Виктор. Как только вы двое отсюда уберетесь, здесь будет по-прежнему исключительно приличная публика. На твоем месте, Теофаль, я бы не стал. Тише, тише. Ни к чему устраивать драму. Мне нужен вот кто. Не мешай человеку пить сливочное пиво. Я хочу лишь поговорить. Ты меня, похоже, не услышал. Я сказала, человек занят. Вам что, драк на сегодня не хватило? Идемте, Фил. Три метлы уже не те, что прежде. Потратить деньги можно еще где-нибудь. Всю жизнь за кружкой все равно не просидишь. Кажется, вы нажили себе серьезного врага. Будьте осторожны. Руквуд и Харлоу хуже любого тролля. Тролли, Ранрог, а теперь еще и Руквуд. Что ты от меня скрываешь? Честное слово, я все расскажу. Но лучше не сейчас. Что ж, думаю, нам пора обратно в замок. Ты подожди, я еще в три метления не посидел нормально. Пиво не выпил хорошенько. Нам помешали. Вот тут я возьму. А где там мое сливочное пиво-то? Ты же мне налила. Сливочное пиво. Эх, походу, все, я его выпил. Или не успел выпить. Ладно, все, пойдем отсюда. Надо сваливать. Уже, в принципе, вечереет. Надо спать ложиться. Ведешь меня, дружище? Хорошо, что там была Сирона. Я же говорил, что она хороший человек. Да, это очевидно. Похоже, Руквуд и Харлоу ее совершенно не испугали. Думаете, лучше рассказать мне, почему Виктор Руквуд так тобой заинтересовался? Но мы можем поговорить позже. Если профессора Уизли еще не знает о нападении троллей, то скоро узнает. Не хочу, чтобы меня снова оставили после уроков. Ну, тогда пошли. На ночь вы должны вернуться в свою гостиную. Откройте карту и переместитесь. Обидненько, что нельзя ночью гулять, да? Откроем карту Хогвартса и... В спальню. Вот и день быстренько прошел. Ой, нет, переместиться. Проложил маршрут. Я бы на самом деле прогулялся. Ну, не извольте, господин, давайте шустрей домой. Шапку бы хоть снял. Ну, я так полагаю, мы уже выспались, да? И уже новый день. Задание завершено. Добро пожаловать в Хоксмит. Какие-то испытания разблокированы. Ну что ж, на сегодня мне хватило приключений. Много читал. В конце было, конечно, икшово. Но пора уже отдохнуть. Если тебе понравилось, не забудь поставить лайк. Подписаться. И тогда мы увидимся вновь с тобой на новом ролике. Так что, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok